И вновь здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Сергей, добрый день. Меня зовут Анастасия Сидорина. Я представляю компанию «Рамир», руководитель клиентской группы «Хоудинга Рамир». Я знаю, что вы спикер сегодняшнего дня. Деловая сессия ваша вот-вот закончилась, и мы сразу помыли вас к нам на интервью. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что там было? Да, это действительно так. У нас буквально вот сейчас прошла сессия. Максимально была интересная. Это инфолайн ритейл, будущая стратегия производителей, сетей, поставщиков. На самом деле крайне актуальная тема, потому что сейчас конъюнктура рынка очень сильно меняется, и нужно понимать, что происходит с производителями, что происходит с ритейлерами, и что происходит, собственно, с покупателями, с нами, с вами. Вы те люди, которые могут в изменяющемся таком мире найти новые точки соприкосновения, чтобы вся эта система продолжила работать. И поставщики, и ритейлеры, и конечные пользователи могли и подружиться, и взаимовыгодно существовать. Да, вы правы. Тут, смотрите, безусловно, мы с разных сторон, по факту, смотрим на одну проблему. И мы освещаем различными докладами, различными информационными блоками, по факту, один взгляд, да, под разными углами на одни и те же вещи. Потому что сейчас ситуация очень сложная, очень нестабильная, и нужно понимать, для успешной работы каждого бизнеса, какие ключевые изменения происходят для того, чтобы эффективно с ними справиться, с этими вызовами. Очень интересно, были ли сегодня на нашей сессии, которую вы увидели, инсайты такие, которые еще не встречались? Может быть, именно сегодня у нас на нашей выставке были найдены какие-то векторы движения, которые поведут рынок дальше? Или, в принципе, всем участникам рынка был примерно понятен этот вектор развития? Ну, безусловно, я верю, что инсайты были, потому что ради этого и было задумано мероприятие для того, чтобы мы совместно нашли эти инсайты. Ну, я хотела, наверное, чуть более детально осветить историю потребления, потому что, действительно, это моя специфика, специфика компании, которую я представляю, потому что, действительно, мы видим, что покупатель, да, мы с вами, да, люди, которые фактически стоят у полки, голосуют рублем, они сейчас демонстрируют новые стратегии с точки зрения их покупательского поведения. С одной стороны, мы с вами очень рациональны с точки зрения денежного ресурса, и здесь, я, знаете, хочу подчеркнуть, что мы говорим не об истории экономии, а мы говорим именно об истории рационализации. Это первый момент. С другой стороны, мы с вами предъявляем такие высокие требования к комфорту и качеству совершения покупок, то есть мы ожидаем, чтобы наша покупка была максимально удобна и быстрая. И в этом плане я говорю про развитие интернет-торговли, потому что это история не только, да, скажем так, каких-то покупок, крупных покупок. Это история, да, когда мы можем прийти и собрать базовую продуктовую корзину. И с другой стороны, мы предъявляем очень высокие требования к качеству товарной группы и ассортиментному разнообразию, потому что вот как раз обсуждали на сессии, что количество брендов в портфеле у покупателя выросло, даже несмотря на сложную такую ситуацию. И покупатель, на самом деле, очень к этому открыт, он открыт новинками, он действительно ожидает такого диверсификации ассортиментной матрицы, поэтому это факт. Добавить мне абсолютно нечего. Я лишь надеюсь, что и наши сессии, и ваша работа поможет абсолютно всем участникам рынка, и скоро мы увидим магазин будущего, новые модели ритейлерские, и, конечно, покупатель, конечно же, окажется в выигрыше. Спасибо вам огромное, спасибо, что пришли к нам на интервью. Спасибо вам.